Сегодня мы пьем чай, встречи на летних открытых площадках разрешены, поэтому вы можете пить чай, вы можете не пить чай, вы можете делать что хотите, но при этом как бы говорим что пьем чай. Сегодня из Минпросвещения пришло письмо стандартное, почему это было сделано, почему было дистанционное обучение с конца марта введено, вот по причине заботы о здоровье наших детей. Это абсурдный идиотизм наших властей. Вы знаете где находится Сандаска, вы знаете где находится Сандакчес? Вот Сандаска, подождите, так а почему там, а почему мы там вводим? И там нет интернета, как они собираются это обучение вводить? Я не знаю, это рядом с суховозимой. Я говорю о другом. Суховозимая это большая, большая проблема. Я говорю о дифференцированном подходе. Мы столкнулись с такой ситуацией, да, возможно это были оправданные меры в какие-то первые дни, может быть даже первые две недели. Но потом-то надо было посмотреть, как, что, чего. Это первое. Во-вторых, а почему, извините, у нас образование декларировано бесплатное, если правительство, органы власти вводят систему дистанционного образования, почему каждому ребенку не вручен планшет? Почему каждому ребенку не обеспечили проводной или беспроводной интернет? Вопрос. Почему? История о том, что правительство возложило очень много обязательств на плечи родителей и лиц их заменяющих. Мы ничего для того, чтобы сделать это все качественно, не сделали. Я выписал. О порядке отзыва губернатора Красноярского края. То есть, по сути, он как выборное лицо на самом деле. Любое лицо, вот он, 19-го года, уставной закон, мы можем его отозвать. Процедура, конечно, это не голосование по Конституции, крайне сложное. Но первый этап это подписи. Чтобы губернатор инициировать референдум по отзыву, нужно судебное решение. Суд должен краевой признать. Краевой суд признать, что он своим ненадлежащим образом исполнил обязанности или права нарушил. Дети будут себе предоставлены дома. Если родители двое будут работать, а ребенок будет дома находиться, он разве получит качественное образование? А у вас случайно такая футболка? Нет, нет, это не случайно. Я поддерживаю Анатолия Петровича Быкова, патриотов в России, свободу патриотов всем. Россия под политзаключенным, всем российской Платошкину, Хабаровскому, Сергею, нашему Анатолию Петровичу и всем политическим заключенным. Это моя гражданская позиция. Спасибо большое. Спасибо.